Это самое сложное видео, которое я когда-либо делал, потому что зимние кроссовки априори не могут быть стильными и в достаточной степени зимними. Даже когда встречаются два бесспорных хита Adidas Campus и Moncler, получается что-то в чем странно идти в ресторан, клуб или куда сейчас ходят люди, которые могут потратить 500 долларов на кроссовки. И уж тем более в них странно ехать кататься на тьюбе. Да и если мы берем зиму, когда вот прям снег, лед, мороз, то кроссовки это не лучший выбор обуви. Однако я смог подготовить адекватную подборку кроссовок на зиму, хотя это и было нелегко, потому что под настоящую зиму кроссовки не делают. Поскольку я вас люблю, то должен вас предупредить, я настоятельно не рекомендую носить кроссовки, даже адаптированные под зиму, при температуре менее 5 градусов по Цельсию. Ноги всегда должны быть в тепле, от этого зависит ваше здоровье. Ну все, поехали! Зима у нас бывает разной. Когда сухо и в меру холодно, то можно носить обычные кожаные сникеры с плотными высокими носками. Однако, когда выпадает снег, то ходить в форсах и формах не стоит, потому что от снега кроссовки промокнут, носки промокнут, ноги промокнут. Вы замерзнете и плохо проведете время. Чтобы этого не произошло, можно взять кроссовки с мембраной Гортекс, которая защищает от промокания. Почти у каждой популярной модели кроссовок есть версия с мембраной Гортекс. Поговорим теперь о якобы зимних итерациях популярных кроссовок. С точки зрения фэшн, кроссовки, тюнингованные под зиму, это кринж. Например, Jordan's Pizike Duck Boot или Six Rings. Это просто извращение, в котором нет никакого смысла. Джорданы – это не обувь для зимы. Это обувь, чтобы флексить на блоке и кто-то, может быть, в них даже играет в баскетбол. Но Land Jordan есть и другие модели. Лично у меня есть Air Force One Duck Boot. И это худшие кроссовки для зимы. Потому что, несмотря на весь этот протектор на подошве, они нереально скользят. А еще у них промерзает носок. Все эти кроссы только выглядят как зимние, но не являются таковыми по сути. Это кроссовки-позеры. Очень не советую брать что-то подобное. Теперь переходим к тому, что я советую брать. Начнем с приятного чистого стиля. С чего-то, что он носил бы Tyler the Creator, если бы жил в Воронеже. Первая пара это New Balance Rainer. Ботинки создавались в 80-х, чтобы в них можно было покорять Эверест. Им это удалось. Lou Whittaker действительно поднялся на вершину Эвереста в этих кроссовках. Конечно, современное переиздание содержит другие материалы. Но не сказать, что они хуже. Среди множества версий можно найти вариации с мембраной Gore-Tex и влаготалкивающей тканью Cordura. В них используется качественная кожа и замша. При этом цены на Rainer начинаются от 150 долларов. Стильные ретро-кроссовки-слэш-ботинки на зиму, в которых покоряли Эверест. По-моему, это полный кайф. Что бы еще носил Tyler the Creator зимой в Воронеже? Конечно же, Clark's. Эта версия в коллаборации с владельцем бренда Keith, Ронни Файгом. Выполнена из кожи, а внутри мех. А это лучшее сочетание для зимы. Конечно же, существуют и другие зимние версии Clark's Original. В том числе и с мембраной Gore-Tex. Я ни разу не видел Clark's вживую у кого-то на ногах. А ведь за пределами мира кроссовок этот силуэт является одним из самых каноничных среди мужской обуви. Tyler их, кстати, за пределами зимнего Воронежа носит. Как и все фэшн-иконы, кстати. Знаете, что меня больше всего бесит на ютубе? Когда ты видишь видео с названием «О боже, мне опять прислали паль с Пойзона», открываешь его, а там все в порядке. Никакой пали. Ставь лайк, если тоже терпеть не можешь. Это кликбейт. Кстати, приближается черная пятница, а всякие ноябрьские скидки уже начали действовать на Пойзоне. Так что самое время закупаться одеждой и обувью на эту зиму и на будущий год. Оформить заказ можно через сервис Poison Group. У них в Телеграме как раз появилась инструкция, как искать товары со скидкой. Рассчитать финальную стоимость и оформить заказ можно через удобный бот. Или написать менеджеру в ВК. Там же можно посмотреть отзывы о сервисе. За год работы Poison Group их накопилось очень много. Ссылки на Телеграм и ВК Poison Group можно найти в описании. Рекомендую подписаться как минимум ради кроссовочных новостей и регулярных розыгрышей призов. Ну а есть ли что-то более спортивное? О да. Adidas Terex Free Hiker 2. Кроссовки, которые под завязку набиты технологиями. Тут вам и Boost для комфорта, и Gore-Tex от промоканий, и Cold Ready для сохранения тепла. Эта обувь выглядит достаточно странной, чтобы можно было сочетать с разными стилями. Чем же ответят Nike? У них есть аналог от суббренда ACG. Nike Mount Fly. Они дешевле на 40 долларов и, по-моему, выглядят лучше. В этой обуви можно не бояться промокнуть, но самое крутое, что они очень легкие и удобные. А то по грязюке и всякой слякоти бывает тяжело идти. Устаешь физически полностью, но в такой обуви это нивелируется. Теперь немного нормкора. Timberland. Это бренд, который всех задолбал своими желтыми ботинками на 3000 лет вперед. К счастью, они делают и что-то другое. Современное и технологичное. Еврохайкер. Довольно приятные замшевые ботинки с тканью кордура в составе. Чистый дизайн с минимальным количеством деталей. Образцовые зимние ботинки. New Balance Tokyo Design Studio Nobium. Что такого прикольного в них? Это ботинки-трансформеры. И это может быть очень удобно, если вы хотите переобуться в школе, универе или офисе. Просто оставляете подошву, с которой стекает грязный снег, и идете по своим делам, как будто в тапочках. Ну все, пора переходить к настоящей мбе. В этой подборке нет доктора Мартинса, потому что, как я уже говорил в начале видео, я люблю своих зрителей. Все, что я сегодня перечислил, это хорошая обувь для разных периодов зимы. Но для настоящей зимы, когда на улице минус 25 градусов и ветер с ледяным дождем, вам понадобятся они. Черные кожаные ботинки на меху. Во-первых, это лучший способ сохранить тепло ваших ног. Во-вторых, они подходят буквально к любому аутфиту. В этом видео я впервые в жизни попробовал пройтись в кроссовках Adidas, и этот опыт изменил мою жизнь. Обязательно посмотрите его, как только закончите с этим. Кстати, это видео официально закончилось. Пока, мой милый друг, и одевайся теплее.